Требовать от севастопольских застройщиков строить объекты социальной инфраструктуры стало возможным с 1 января наступившего года. Об этом на встрече с журналистами заявил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Владимирович Овсянников. Он подчеркнул, что нормы, вступившие в силу 1 января 2017 года, позволяют правительству города заключать инвестиционные соглашения со строительными компаниями о комплексной застройке. В рамках этих соглашений и будут выставляться требования о строительстве детских садов, спортивных площадок и других недостающих объектов социальной инфраструктуры. У застройщика возникает желание перевести в соответствии, конечно, с генеральным планом новым участок многоэтажное строительство, это чаще касается бывших промзон. Мы предлагаем соответствующие обязательства по строительству детского сада. Соответствующие 2-3 проекта сейчас обсуждаются, они будут известны, вы их сможете увидеть. И в этих проектах застройщик построит эти детские сады дополнительно к тем объектам, которые мы строим за счет регионального бюджета. Дмитрий Овсянников также отметил, что в правительстве анализируют острую нехватку социальных объектов. В этом году количество детских садов увеличится на 4. Будет построено 3 новых детских сада, один открыт после реконструкции. Кроме того, последовав примеру крымских властей, правительство обратилось в Министерство образования с просьбой поддержать в Севастополе строительство модульных детских садов. Продолжение следует...